Молодежь в мире профессии. В Иванове стартовала 12-я региональная выставка, посвященная среднему профобразованию. Мероприятие проходит в рамках чемпионата «Молодые профессионалы». По словам специалистов, для школьников это отличная возможность определиться с будущей карьерой. Выставка текущего года, она особенно состоит в том, что, во-первых, эти чемпионаты, мероприятия проходит в год 100-летие основания Иваново-Вознесенской губернии. И наши учреждения, которые располагаются на выставке, говорят о том, что в текущем году для старшеклассников, выпускников 9-х классов, они предложат 7 новых профессий и специальностей. «Поступаешь в колледж, поступаешь правильно» – такой девиз звучал на выставке. Тематические площадки представили 18 учреждений среднего профобразования области. Все площадки работали в интерактивном формате. Школьники смогли поучаствовать в мастер-классах и попробовать свои силы в любой профессии. Особое внимание уделили новым направлениям подготовки. Например, в Кокомском индустриальном колледже их два. Это управление обслуживанием многоквартирным домом, где на базе нашего колледжа будет готовиться техник для управляющих компаний. Еще открыта у нас специальность технологии металлообрабатывающего производства. Это для металлообрабатывающей отрасли. Будем готовить специалистов, тоже техников. В качестве примера работы техника металлообрабатывающего производства здесь делают детали на 3D-принтере. Как уверяют специалисты, спрос на выпускников новых специальностей будет высокий. Не обошли вниманием на выставки и творческие профессии. Самую зажигательную площадку представили студенты Ивановского музыкального училища. Сегодня мы наглядно показывали то, чем у нас научили долгое время. Наглядно показывали то, как мы поем, как мы репетируем, как мы играем. И я считаю, что стоит идти, потому что на школе самый лучший. Но музыканты и оркестр, естественно, это денежная работа, естественно, это позитив. И мы сегодня опять же показали то, что очень много народу мы созываем, очень много людей, и всем это нравится. Ежегодно экспозицию посещают более 8 тысяч школьников и родителей. С начала работы на эту выставку пришло более полутора тысяч человек. Остальных будут ждать до 2 марта. Мария Попова, Антон Осипов, РТВ Иваново.